Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. И что это за криптовалюта, которая восстает из пепла на наших глазах и идет по пути, который выходит далеко за пределы криптовалютного мира, которая захватывает мир и традиционных финансов? Давай просто посмотрим на график цены. В середине сентября этот токен стоил 6 долларов, но за два месяца цена практически удвоилась и сегодня составляет более 13 долларов. И если посмотреть на рыночную стоимость этой монеты, она выросла на 3 миллиарда долларов. Что ж, это Chainlink. И начнем с небольшого сравнения его с Solana образца двухмесячной давности. Более двух месяцев назад мы с тобой разбирали факт того, что инвесторы Grayscale платили 300% премии, лишь бы купить акции Grayscale Solana. Solana тогда стоила 7,6 доллара, а инвесторы платили 31 доллар. Что же произошло с тех пор? Solana выросла гораздо выше 31 доллара, на пике составляла 45 долларов. И угадай что? Инвесторы Grayscale прямо сейчас платят сумасшедшую наценку за Grayscale Chainlink Trust. Они платят практически 40 долларов за акцию, в то время как рыночная цена линка составляет 13 долларов. Ничего не напоминает? Да это же повторение ситуации с Solana. Да, Chainlink уже достаточно вырос. Но почему инвесторы Grayscale переплачивают за него в 3 раза? Возможно, они видят потенциал его роста выше 40 долларов. 40,68 доллара, если быть конкретнее. И теперь похоже, что Chainlink вовлечен в разработку цифровой валюты Центрального банка Гонконга. Давай разбираться в этом вместе. Но прежде чем мы начнем, напиши в комментариях, какую криптовалюту ты покупаешь прямо сейчас. Очень интересно узнать о твоем выборе. И я думаю, что интересно будет не только мне, а многим зрителям, которые любят почитать комментарии. В прошлом месяце было объявлено, что DTCC, клиринговая финансовая компания и Chainlink объединяются с целью перевода традиционных рынков капитала на блокчейн. Это очень важная новость, поскольку DTCC обрабатывает большинство операций с ценными бумагами в мире. В 2022 году они обработали транзакции на сумму в 2,5 квадриллиона долларов. Да, ты не ослышался, именно квадриллиона долларов. Не миллиарда и не триллиона. И Chainlink работает рука об руку с ними в их миссии перевода этих ценных бумаг на блокчейн, то есть их токенизация. Кроме этого, DTCC планирует сотрудничать и с технологией CCIP от Chainlink. Стивен Проспери, исполнительный директор DTCC, рассказал об этом на конференции SmartCon. Давай послушаем. В большинстве инициатив, за которые мы беремся, мы рассматриваем вопрос о том, как активы можно подключать к нескольким блокчейнам, и как можно использовать такие новые технологии, как CCIP Chainlink, чтобы помочь в этом. И опять же, чтобы не создавать то, что уже создано, и чтобы не создавать инфраструктуру для поддержки сотни блокчейнов, мы можем поддержать какой-то один существующий мост, который затем может быть подключен к этой сотне блокчейнов, а может быть даже к 200 блокчейнам. Мы решили разобраться в этом и создали проект, который назвали проект Уитни. Он связан с токенизацией ценных бумаг с помощью Chainlink, как провайдера рыночной инфраструктуры. Мы многому научились в ходе этой работы и взаимодействуем со всеми участниками отрасли, кастодианами, брокерами, биржами. И все это легло в основу усилий, которые мы предпринимаем в настоящее время под общим названием DSM – Digital Securities Management. Проект Уитни – токенизация реальных активов. Кого еще может касаться токенизация и совместимость блокчейнов и совместимость различных протоколов? Конечно же, это может касаться Гонконга. Еще в июне этого года было объявлено, что Гонконг работает над созданием цифровой версии своей валюты – гонконгского доллара. И для тестирования этой валюты в реальных условиях они сотрудничают с 16 компаниями. При этом были названы только три из них. И я почти могу гарантировать, что именно Chainlink был в списке остальных 13, которые не были озвучены публично. Почему? Потому что одна из названных ими компаний приводит нас к линку. И это Standard Chartered Bank. Результаты этого теста цифрового гонконгского доллара, должно быть, оказались очень хорошими. Ведь они уже готовят почву для его запуска в эксплуатацию. Буквально вчера было объявлено о том, что Standard Chartered Bank будет предоставлять услуги по хранению биткоинов и криптовалют для Гонконга. В отдельности от контекста эта новость звучит совсем не так масштабно. Но тем не менее, это масштабно. Но как же Standard Chartered связан с Chainlink? Всего четыре дня назад, до объявления о предоставлении криптовалютных услуг для Гонконга, Standard Chartered и Deutsche Bank объявили об успешном тесте пилотной сети для стейблкоинов и цифровых валют центральных банков. Сеть, которую они тестировали, называется UDPN или же Universal Digital Payments Network. Угадай, кто за ней стоит. Ты никогда не угадаешь. В 2021 году было объявлено, что она разработана китайской компанией, поддерживаемой китайским правительством BSN. Или же Blockchain Services Network. Она является основой китайской национальной блокчейн-инфраструктуры. И угадай, с кем она работает? С кем работает поддерживаемая китайским правительством BSN? Ну, конечно же, с Chainlink и его оракулами. Если что, оракул это посредник, который используется для безопасного предоставления смарт-контрактам в криптовалютном мире надежных данных из реального мира. Итак, что мы имеем? Гонконгская цифровая валюта разрабатывается в сотрудничестве со Standard Chartered Bank. Standard Chartered работает с сетью UDPN, за которой стоит китайский BSN, который интегрирует в национальную блокчейн-инфраструктуру оракулы Chainlink. Как тебе такая цепочка? Но давай ее продолжим. Ты когда-нибудь слышал о компании InvestHK? В Википедии написано, что это департамент правительства Гонконга, отвечающий за прямые иностранные инвестиции и оказывающий поддержку зарубежным предприятиям в создании и расширении деятельности в Гонконге. Руководитель отдела финансовых услуг и финтехнологий InvestHK Кинг Луан принял участие в конференции Chainlink SmartCon, и вот что он сказал. Прежде всего мы общались и работали с Chainlink. Повторюсь, это отличная компания, нам нравится их видение будущего и в частности технология CCIP. Нам нравится то, что они делают, это cross-chain протокол для взаимодействия разных активов. CCIP может стать одним из основных инфраструктурных прорывов, которые позволят нам подключаться к разным блокчейнам. О как! Chainlink и CCIP – это крупный прорыв, ключевой элемент инфраструктуры для связи реального мира и криптовалютного. Таким образом, представитель инвестиционной компании из Гонконга положительно оценивает Chainlink и CCIP и называет этих технологий крупным прорывом и ключевым элементом инфраструктуры для токенизации реальных активов, а также соединения различных блокчейнов как между собой, так и с реальным миром. Но рассматривает ли реальное правительство Гонконга и принимает ли оно Chainlink для своей анонсированной цифровой валюты Центрального банка? Джозеф Чан Халим, занимающий должность заместителя министра финансовых услуг и финансов Гонконга, тоже был на конференции Chainlink SmartCon, где общался с Сергеем Назаровым, соучредителем Chainlink, и в своей беседе с ним он сказал вот что. Что касается ЦВЦБ, наш фактически Центральный банк Гонконга в мае этого года действительно запустил пилотную программу цифрового гонконгского доллара. В общей сложности 16 компаний из финансового, платежного и технологического секторов были отобраны для участия в первом и втором этапах пилотной программы в этом году. В рамках программы будут изучены потенциальные варианты использования в шести категориях, включая, например, программируемые платежи, оффлайн-платежи, токенизированные депозиты, расчеты по транзакциям и токенизация активов в том числе. Эта пилотная программа фактически прокладывает путь к возможному внедрению розничной цифровой валюты в Гонконге. В рамках пилотной программы денежно-кредитное управление Гонконга проведет серию пилотных проектов в тесном сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами. Ты видел, что сделал Джозеф, когда сказал «с различными заинтересованными сторонами»? Он указал рукой на Сергея Назарова. То есть невербально он говорит, в том числе и о чейн-линке. Очевидно, что и чейн-линк является одной из заинтересованных сторон в гонконгском проекте цифровой валюты. И знаешь, что еще интересно? На этой неделе в Гонконге проходила большая конференция по финтех-технологиям «Гонконг Финтех ВИК». И угадай, кто там выступал? Ну, конечно же, Сергей Назаров, соучредитель чейн-линка. Причем выступал он там не в качестве второстепенного персонажа или зрителя, а в качестве основного спикера с центральной темой о красчейн-совместимости, о том самом недостающем элементе для токенизированных активов и даже для цифровых валют центральных банков. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим важные объявления насчет этого. И я обязательно буду держать руку на пульсе событий. На этом все, меня зовут Богатий Щиди, увидимся с тобой в новых видео. До скорого.